всем привет меня зовут алина добро пожаловать на мой канал в этом видео я хочу показать как можно сделать своими руками вот такого большого новогоднего гнома этот гном получается очень классный большой и обязательно порадует вас ваших близких а также детей на праздник этого гнома я сшила по своему бесплатному шаблону который вы найдете в описании данного ролика еще я сшила такого же гнома только в белом цвете и он был чуть попроще скорее всего он больше подойдет для новичков шитье но этот гном у нас уже будет немного сложнее но все же делается легко и просто изначально меня вдохновил дед мороз из магазина фикс прайс на шитье этого гнома я не буду тут или тут я ставлю картинки ну а так напишите еще в комментариях какой вам больше всего нравится гном белый или красный мне не нравятся оба но конечно красный гном сейчас больше подходит к моему декору дом у меня есть еще лошадка качалка в красно-белом цвете для моего ребенка мастер-классы по переделке этой качалки вы тоже сможете найти на моем youtube канале и я вообще сейчас планирую возможно я украшу даже и елку в красном цвете пока я еще не знаю не очень люблю яркие цвета но посмотрим пишите тоже в комментариях сделать мне это или нет обязательно сниму для вас видео я распечатала дома шаблон на обычной бумаге формата а4 ссылку на данный шаблон гнома вы найдете в описании этого ролика он бесплатный заходите и скачивайте я разложила все листы на полу их нужно соединить и теперь я буду склеивать на полу удобнее всего работать склеивать листы я буду с помощью тонкого скотча склеиваю сначала боковые листы а затем четыре листа вместе если вы уже не первый год хотите сшить гнома скандинавском стиле то обязательно пробуйте это проверенный шаблон мною и другими зрителями моего канала очень много получила фотографии видео именно с этим гномом пробуйте обязательно шейте но и также делитесь со мной своим результатом и теперь когда мы все склеили необходимые детали нужно вырезать по этому шаблону можно еще сшить маленького гнома просто уменьшив саму выкройку на листок а4 и переходим к тканям у меня ткани все будут рогожка это натуральной ткани предыдущего гнома я тоже шила из этой ткани она очень прочная приятная и хорошо держит форму у меня будет вот в таком бордовом цвете сером и ткань с рисунком это такой рисунок в скандинавском стиле мне он очень пригнулся и я обязательно решила его взять и теперь я раскладываю основную выкройку из чего будет состоять тело гнома а я как уже сказала ранее я немного перепутала и выкроила тело гнома из серой ткани хотя я хотела сделать комбинезон именно из серого цвета но ничего тоже гном получился красивый обязательно перед тем как выкраивать хорошенько все обдумайте но я тем временем уже а почти вырезаю саму деталь выкраивать все детали нужно по 2 штуки и и теперь я начинаю рисовать комбинезон как у меня бон смотрелся на гноме немного я подсматривала на деда мороза из фикс прайс чтобы получилось похоже на оборотной стороне выкройки а я рисую комбинезон а пока я не вырезаю рукавичку и донышко так как они мне еще потом пригодятся комбинезон я нарисовала на четырех листах нижней части гнома обратите внимание как у меня получилось на этом этапе я еще очень долго думала как мне вырезать донышко нет как у меня потом в дальнейшем получится сам комбинезон но скажу сразу получилось все отлично и теперь когда я нарисовала комбинезон я вырезала донышко и рукавичку потом вырезала из серой ткани нижнюю часть и из красной ткани рукавичку рукавичек понадобится нам четыре штуки а донышко одно я вырезала из двух половинок так как мне не хватило ткани далее я вырезала ножки тоже в количестве четырех штук и затем я вырезаю рукав рукав нужно вырезать в количестве четыре штуки решила сделать кофту с орнаментом но можно было сделать и серым тут уже как вы хотите какой дизайн выберите я лишь просто предлагаю идеи и теперь я буду смело вырезать комбинезон так как донышко нам уже не нужно у меня получается очень выгодно не нужно печатать по несколько раз выкройку будущий комбинезон я вырезаю предварительно склеив дополнительно в некоторых местах саму выкройку комбинезон я рисовала на глаз но в дальнейшем я еще его переделывала тоже чуть позже все покажу итак примеряю как у меня будет выглядеть комбинезон и кстати обязательно вырезайте все с припуском 1 сантиметр комбинезон и сама выкройка должны сойтись но комбинезон можно сделать еще чуть побольше с боков чтобы он уж точно подошел на гнома и теперь у меня уже следующий день я вырезала это все вечером теперь приступаем к шитью сначала я буду сшивать тело гнома буду это делать на оверлоке можно обойтись и без него подойдет обычная машина в прошлом году у меня не было оверлока и я сшила на обычной машине получилось тоже супер сшиваем две большие серые выкройки и сверху оставляем отверстие чтобы свободно туда проходила рука нижнюю часть я не сшиваю туда мы будем пришивать донышко донышко у меня была поделена на две части я сшиваю его вместе так вот почему я в этот раз шью на оверлоке мне он очень нравится сама по себе ткань рогожка она очень сильно сыплется и поэтому мною было принято решение что на оверлоке будет проще и быстрее но так как все швы они будут внутри ткань не будет сыпаться и гном получится тоже отличный если будете шить на обычной машине и теперь когда я сшила донышком его нужно приколоть к основной части гнома должно получиться вот так далее я буду прошивать на оверлоке эту строчку и таким образом тело гнома у нас готово переходим к набиванию я буду использовать обрезки синтепона этот синтепон можно попросить в ателье у меня есть большой мешок я уже не помню мужу не его дали бесплатно или за какую-то символическую сумму в общем можно попросить в ателье либо приобрести дополнительно синтепон синтепух тогда стоимость вашего гнома в разы увеличится у меня это вот такие обрезки тут есть небольшие ниточки но я в принципе не очищаю это будет очень долго но и там они незначительные далее будем зашивать верхние отверстия через которые мы набивали гнома зашиваю все по тайным швом если у вас шов получится не очень аккуратный и где-то будет торчать ниточка ничего страшного не переживайте это все закроется колпаком далее я отпариваю гнома чтобы синтепон лег плотно гладко и гном был красивый обязательно это сделайте я уверена что после этого внешний вид тела гнома значительно улучшается обязательно нужно отпарить хорошенько низ чтобы он был устойчивый в принципе гном и так вот хорошо стоять но все же и верхнюю часть ткань расправиться и синтепон примет нужную форму далее переходим к рукавам а я беру две детали с орнаментом и сшиваю их с трех сторон получается с одной стороны полукруг из другой где у нас вырез прямой это не нужно прошивать дальнейшем мы будем через это отверстие надевать синтепоном прошиваю так две детали заметьте рукавички я пока не пришиваю мы будем заниматься ими отдельно и и теперь на обычной машине я прошиваю рукавички сейчас объясню почему делаю это на обычной они на верлоке на верлоке нужно заправлять все четыре нитки мне это не очень хочется делать она обычный красный тут все очень просто у меня не сразу заправлены красным а на верлоке белым вы можете делать как на верлоке либо на обычной машине и так у нас подготовлены детали ручек теперь и нужно их вывернуть кстати в комментариях напишите какую бы одежду вы сделали для своего гнома очень будет интересно узнать а может быть вы просто сделать его без одежды как считаете вы затем этим же синтепоном я набиваю сначала рукавичку саму руку я не набиваю добавляю не так много синтепоном чтобы сверху нас осталась ткань для того чтобы можно было подогнуть края края я подгибаю по желанию можете заутюжить но мне и так удобно ткань хорошо ложится и теперь вкладываю основную руку саму рукавичку обязательно сделайте это хорошо чтобы было аккуратно края не торчали можете заколоть булавкой но когда будете пришивать булавки все это все-таки нужно будет убрать и когда мы сложили рукав в рукавичку нужно аккуратно прошить края вместе вот так должно получиться и когда мы прошили можно набивать основную руку так нужно проделать с обоими ручками и теперь края точно также нужно подогнуть получится все аккуратно и красиво и теперь закрываем это все обычным швом вот такие замечательные ручки у нас получились кстати напишите в комментариях может быть нужно что-то добавить на рукавички какие-то снежинки или иной декор а я пока оставила так далее я точно так же с паром утюжу ручки а синтепон у ляжется и ткань разгладится далее для декора я буду использовать отрезок материала альпа люкс размером 30 на 8 сантиметров я буду использовать его в качестве опушки наношу горячий клей и склеиваю края так нужно проделать с обоими краями и таким образом получится у нас такая труба и она отлично подойдет в качестве опушки чем отличается этот материал от синтепона тем что он не крошится он мягкий гладкий спросите в магазинах с тканями и уверена у них он есть стоит конечно не так дешево и но я взяла этот кусочек по акции мне еще сделали в него скидку так что получилось достаточно бюджетно далее я наношу горячий клей и приклеиваю мою опушку с изнаночной стороны я оставляю шов приклеиваться на горячий клей все хорошо и отлично держится не нужно пришивать это удобно в работе теперь важная часть в нашем гноме это пришивание ручек нужно сделать их симметричными и сейчас я покажу как я пришивала ручку нужно положить таким образом чтобы она была противоположна низу чтобы у нас шов когда мы ручку опустим его не было видно и он был внизу сейчас я более подробно покажу пришивала я вот таким простым швом он очень хорошо держится и ручка у нас но выглядит аккуратно посмотрите как должно получиться и так нужно проделать со второй ручкой обязательно когда еще на этапе самого шитья ручки соединение двух деталей а нужно сделать чтобы они были симметричными и рукавички смотрели в одном направлении вот такие ручки у нас получились идем дальше и теперь я еще немного займусь комбинезоном так как я очень переживала как он у меня получится очень удобно когда гнома уже я сшила прикалывать комбинезон как к манекену и таким образом регулировать все размеры и далее я все-таки придумала что нужно с передней части сделать более глубокий вырез так все равно там будет находиться борода нос и у нас он будет тем самым лицо а задней части я решила оставить больше ткани с комбинезоном еще я решила сделать больше углубления под руками гнома и подправила на задней части сам вырез итак я приложила будущий комбинезон гному приколола его и вот так должно получиться в принципе меня все устраивает теперь идем за машинку обязательно смотрите чтобы боковые швы у вас были на сантиметр больше таким образом вы сто процентов будете уверены что одежда подойдет все сшиваю на оверлоке но сначала я обрабатывала все края чтобы в дальнейшем можно было подогнуть и прошить на обычной машине вот так я обработала все края если у вас нет оверлоком то можете прошить с легкостью на обычной машине только делайте припуски не один сантиметр а два два с половиной чтобы можно было подвернуть ткань два раза и теперь я подворачиваю ткань снизу с боковых частей с передней части и прошиваю на обычной машине очень странно что я прошиваю по лицевой части так как строчка у меня к сожалению петляет с изнаночной стороны если бы я прошивала по-другому то вся эта петля была на лицевой части напишите в комментариях а почему это так почему меня так машина плохо шьет я уже пересмотрела наверное весь интернет но все-таки я справилась и у меня получился вот такой замечательный комбинезон я очень довольна а как вам и далее я поняла что снизу мне чего-то не хватает и решила оформить низ комбинезоном той же опушкой что и рукавички если планируете также делать то размер будет 1 метр на 8 сантиметров но лучше кстати взять не один метр а где-то 105 сантиметров запасом точно так же приклеиваю на горячий клей и теперь переходим к колпаку я буду его выкраивать по самому гному так как в представленной выкройке размера колпака нет это очень удобно можно сразу приложить гнома выкроить и таким образом вы будете уверены что колпак подойдет кстати вы можете заметить что лямки от комбинезона я прикрепила пока на иголке далее я их доработаю отмеченную часть колпака я вырезаю с припуском полтора сантиметра должен получиться такой треугольник и теперь я прошиваю на оверлоке края колпака кстати низ я сделала по кромке что конечно неправильно нужно подгибать в два раза саму ткань тогда колпак получится еще лучше колпак у меня готов и я занялась ножками прошиваю их на машине красными нитками далее нужно сложить края и снова прошить конечно когда вы ножки набьете их точно так же нужно отпарить чтобы синтепон улегся ножки готовы теперь будем пришивать пришивать я буду по такому же принципу как и ручки нижней части им у меня будет сам шов а спереди будет красивая сторона ножки у меня готовы вот так они получились я довольна далее я делала колпак и сделаем кисточку из обычной пряжи по желанию вы можете колпак украсить снежинками какими-то другими рисунками если вы хотите и теперь пришло время закрепить лямки от комбинезона я их приклеила на горячий клей около ручек их не будет видно под самим колпаком и вот такой гном у меня получился мне он очень нравится теперь остается а самое интересное будем делать нос и бороду нос я буду делать из бежевого фетра окружность у меня 10 сантиметров можете сделать побольше тогда тоже получится симпатично затем я сшиваю белой ниткой по кругу и буду затягивать набивать буду обычной ватой можно синтепоном просто у меня была под рукой вата набиваю ватой и теперь затягиваю проверяю подходит ли нос для гнома если нет а то еще добавляю ваты вот такой носик должен получиться и теперь я решила его затонировать буду использовать масляную пастель и далее на горячий клей я приклеиваю нос он хорошо держится попробуйте но можете и пришить нос должен располагаться так чтобы его чуть-чуть прикрывал колпак так смотрится симпатично и далее я буду приклеивать бороду из ваты приклеивать точно также буду на горячий клей но сначала я сделала такой макет приложив бороду а потом уже приклеивала основательно все кусочки буду использовать обычную аптечную вату кстати я проводил эксперимент и хотела сделать с клеем pva закрепить бороду но поняла что борода должна быть воздушной легкой и думаю такой способ не подойдет но чуть позже мы вернемся к вате и обязательно сделаем из нее одну поделку и последние штрихи гном у меня готов я очень довольна как он у меня получился а на этом у меня все мое видео подошло к концу надеюсь оно вам понравилось было полезным и интересным ставьте лайк нам с гномом подписывайтесь на мой канал а мы уже увидимся в следующем новогоднем видео не пропускайте всем пока пока а а